Девчата, всем большой привет! Добро пожаловать! Сегодня мы с вами займемся разбором пустых баночек. Сейчас покажу, сколько у меня тут всего накопилось. Бедный пакет даже не выдержал такого напора и треснул по швам. В общем, будем с вами смотреть, что у меня здесь лежит. И буду выносить финальный вердикт этим продуктам. Что мне понравилось, что мне не понравилось, что я бы повторила, а что точно повторять не буду. И вам не посоветую на это тратить свои денежки. В общем, давайте приступать. Поехали! Начну с вот этой огромной банки. Это шампунь от белорусского бренда Сьюти. Здесь банка объемом 1 литр. И такой формат, конечно, очень удобен для семейного использования. Собственно, именно этим мы с моим мужем и занимались. Мы пользовались этим шампунем на пару. И мне, и мужу шампунь хорошо подошел. Израсходовали вот весь флакончик до конца. Это, знаете, такой базовый мягкий шампунь для частого применения. И я и муж моем голову каждый день, либо я иногда мою через день, но все же чаще каждый день. И вот для ежедневного использования он хорошо подходит, потому что он так очень мягонько промывает, не пересушивает волосы, не спутывает. Достаточно приятно, но при этом не ярко, нейтрально, я бы сказала, пахнет. Хорошо пенится. Ну, в общем, такой базовый ежедневный шампунь без всяких каких-то супер спецэффектов. Ну, хороший. В принципе, хороший. Вот мы израсходовали весь флакон до конца и остались им довольны. Следующее, что обсудим, это мой просто любимейший гель для умывания от бренда CeraVe. CeraVe еще его называют. Честно, не знаю, как правильно. Я думаю, что правильно CeraVe все-таки. Это очищающий гель для нормальной и жирной кожи. Просто потрясающий. Отлично очищает кожу не до скрипа, но при этом качественно очищает и при этом еще и не пересушивает кожу. И когда я им пользовалась, мне прям очень нравилось состояние моей кожи. У меня как-то и реже высыпания какие-то вскакивали, и поры меньше забивались. Я прям с большим удовольствием израсходовала весь флакончик и с радостью бы его повторила. Здесь у меня был объем 236 мл, но расход у него, девчонки, прям очень экономичный. Буквально вот одной капельки мне хватало, чтобы хорошенько умыть лицо, потому что он достаточно хорошо пенится. Если у вас жирная комби кожа, однозначно рекомендую. Классный. И он, кстати, без каких-либо отдушек, поэтому мужчинам тоже можно брать. Потому что мужчины не любят, когда пахнет там клубничками, цветочками, кокосиками. Хотя, что это я каким-то сексизмом занимаюсь? Мужчины тоже любят иногда, когда чем-то таким вкусненьким пахнет. Ну, как бы вот считается, что мужчинам лучше что-то без запаха, либо с какими-то мужскими отдушками. В общем, короче, этот гель без отдушек, поэтому он такой унисекс. Следующее, о чем будем говорить, о чем, о чем, и давайте поговорим о чем. И давайте поговорим о вот этом кондиционере для волос. Это кондиционер от Estelle. Называется он Otium Aqua для интенсивного увлажнения волос. Нам здесь обещают гладкость, антистатический эффект. В составе есть масло ЖЖБА, аминокислотный комплекс. И этот кондиционер направлен на увлажнение волос. Мне очень понравился. Классный, хорошо распутывал, придавал волосам гладкость, увлажнял. Но при этом не утяжелял волосы. И волосы не были как такие вот перепитанные сосули. И он классно пах. Здесь что-то такое фруктовое, немножко цитрусовое в запахе. И этот запах долго сохранялся на волосах. Я этот кондиционер 100% буду повторять, потому что мне он здорово подошел. Вообще, люблю Estelle. Хорошая у них есть продукция для волос. Хотя, почему-то принято этот бренд у многих хейтить. Говорить, что он какой-то нерабочий. Но я вот с этим не согласна. У меня среди фаворитов много продуктов от Estelle. У них есть действительно классные средства. Следующее, что у меня закончилось, это скраб для тела от Apollonia. Называется он моделирующий скраб для тела с эфирными маслами лимона и мяты. В пакетиках обычно находятся такие рассыпчатые сухие скрабы. Но этот скраб, кстати, был не совсем такой. Тут много масел в составе. И за счет этого скрабирующие частички, как бы вот в этих маслах, они были как кинетический песочек. То есть не было такого, что ты берешь сухой скраб в ладошку, прикладываешь к руке, и скраб у тебя такой бац, и посыпался в ванну. И тебе скрабиться-то уже и нечем. И у тебя под пальцами там три частички какие-то жалкие осталось, которые ты пытаешься там как-то по себе растереть, размусолить. Это просто я о наболевшем, потому что я вообще вот такие сухие скрабы на самом деле не очень люблю чисто из-за этого. Потому что ты даже не можешь донести его до себя, он у тебя просто сыпется в ванну. Вот здесь такого не было. Он был реально как кинетический песочек. То есть такой немножко вот, ну вы поняли, да, такой немножко маслянистый клейкий. И он хорошо очень скрабировал. И этот скраб для тех, кто любит прям скрабирование такое пожестче, такое прям эффективное, после которого кожа будет ну очень отшлифованная, мягонькая. Для тех, кто любит по хардкору. Здесь еще на пакетике написано, что этот скраб борется с целлюлитом. Но мы с вами, девчонки, конечно же, понимаем, что ни один скраб, я надеюсь, что вы это понимаете, что ни один скраб вас не избавит от целлюлита. Скраб может использоваться лишь как дополнение в борьбе с целлюлитом. Но сам по себе он целлюлит не уберет. А вот что реально, реально улучшает качество тела и избавляет от целлюлита, так это спорт. И для того, чтобы заниматься спортом, совершенно не обязательно ходить в какой-то фитнес-клуб или тренажерный зал. Спортом вполне успешно можно заниматься дома. Чем я, собственно, и занимаюсь на протяжении уже длительного времени. У меня оформлена безлимитная подписка на FitStars. Я ей очень довольна. И вот я себе запускаю тренировку на FitStars, раскладываю коврик и занимаюсь в любое удобное для меня время. За что я люблю FitStars? У них, девчонки, просто огромный выбор тренировок по самым разным направлениям. Там есть и йога, и пилатес, и зумба, и кардио, и тренировки для похудения, и силовые, и различные растяжки. В общем, все не перечислить, потому что количество направлений там действительно колоссальное. Можно подобрать что-то по своему вкусу. Все тренировки на FitStars подходят даже для новичков. Там много тренировок коротеньких, продолжительностью от 7 до 15 минут. И такие короткие тренировки это просто спасение, когда у тебя нет много времени. Мне нравится, что абсолютно все тренера прекрасно объясняют технику выполнения упражнений, а это очень важный момент. Ну и, конечно, очень удобно, что можно запускать тренировки на любом устройстве, будь то телефон, ноутбук, планшет или даже телевизор. Также на платформе есть еще раздел с рецептами и расчетом калорий. И еще в подписке доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой под любой запрос. Это, например, здоровая спина, тазовое дно, курс по дыханию, танцы и даже фейс-фитнес. Как я уже сказала, у меня оформлена безлимитная подписка, она самая выгодная, поэтому именно ее я вам и советую. И у меня еще есть скидочный промокод, который дает скидку 70%. А еще у Фитстарс появилась беспроцентная рассрочка и первый платеж по рассрочке 1997 рублей. При покупке безлимита вы получаете гарантированные подарки. Это фирменный коврик, а также умные весы пикук. То есть, платите меньше 2000 рублей, а получаете подарки на 4000 рублей. По-моему, прекрасное предложение. Тренируйтесь в Фитстарс и получайте подарки. Свой промокод на скидку, а также ссылку на Фитстарс я оставлю в описании под видео. Пользуйтесь. Следующее, что у меня закончилось. Ой, 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 не падай, не падай, не падай, спасла. Это гель для интимной гигиены лактоцид. И это уже, наверное, у меня банка 20-я по счету. Я его периодически повторяю уже на протяжении многих лет. Если я вижу его на скидках по хорошей цене, я всегда покупаю. Потому что мне он нравится. Он мягкий, он нежно, деликатно пахнет. Что еще про него сказать? Ничего нигде не раздражает в самых нежных местах. И часто этот гель рекомендуют гинекологи. Не знаю, действительно ли он способен поддерживать естественную микрофлору, как здесь написано. Плюс тут еще написано, что он обогащен восстанавливающей сывороткой. Что он там восстанавливает? Как он там восстанавливает? Не знаю. Это, короче, спорно, но вот просто по комфорту использования мне он нравится. Он хороший. У меня тут весь пузырек что-то какой-то перемазанный, липкий, жирный. Поэтому все. Все, выкидываю хороший гель. Рекомендую, повторять буду. Крем для лица от Icon Skin для комбинированной кожи из их линейки Rebalance. Эта линейка вот как раз именно для комби кожи. И этот крем для лица с гиалуроновой кислотой и с пептидами. И он подходит для смешанной и нормальной кожи. У меня была практически, по-моему, вся линейка вот и вот эта вот Rebalance. Потихоньку у меня все эти продукты закончились. По-моему, сейчас вообще у меня ничего из нее не осталось. А, нет, осталась. Энзимная пудра, она, кстати, тоже хорошая. Этот крем мне нравился. Он такой легкий был, флюидообразный, быстро впитывался, с легким матирующим действием. И как-то вот он хорошо нормализовал состояние кожи. Кожа как-то меньше жирнилась, но при этом и увлажнение ощущалось, и при этом он приятно пах. В общем, этот крем оставил у меня исключительно приятные впечатления. Мне нравилось. Вообще, я очень хорошо отношусь к бренду Icon Skin из российских брендов. Наверное, это один из моих самых любимых, потому что их продукты моей коже очень хорошо подходят. Следующее, что у меня, девчонки, закончилось. О чем поговорим? Ой, даже не знаю, что вытащить отсюда. Давайте поговорим о вот этих патчах. Это обалденные патчи от Alex Skin. Они с пептидами. Это были гидрогелевые патчи. В упаковочке здесь было 60 штук. Здесь был прекрасный тоненький гидрогель, который хорошо фиксировался под глазами. И когда снимаешь эти патчи, ты прям сразу видишь результат. Кожа разглаживается, темные круги становятся посветлее, отечность становится меньше. То есть, они реально дают результат. Это вот не те патчи, которые ты наклеила, походила и такая там для инстаграма фоточку сделала. Что клеила ты, что не клеила. Входит определенно в топ-5 моих любимых патчей. Расходовала до конца и буду под ним скучать. С удовольствием их тоже повторю. Следующее, что у меня закончилось, это молочко для тела от бренда Victoria's Secret из их молодежной линейки Pink. И называется это молочко Rosewater Sparkle. Оно мне безумно понравилось. Оно так классно пахло. Здесь какой-то невероятный нежный аромат роз с какими-то леденцами. Ой, девчонки, вот у меня он закончился. И мне так печально от этого, потому что сейчас в России нигде его не купить. К сожалению, Victoria's Secret от нас ушли. И мне очень грустно по этому поводу, потому что у них действительно потрясающие продукты для тела. Вот от их белья я как-то сильно не фанатела. Ну, белье и белье, нормальное. А вот средства для тела, кремы, мисты для тела, они такие все пахучие, они такие все классные, они такие прям все девчачьи. Очень мне нравились. Короче, грущу, что закончилось это молочко, оно потрясающее. Конечно, оно не обладает какими-то экстра сильными увлажняющими свойствами. Это такое легкое молочко. Оно больше для настроения, оно больше для запаха. Я пользовалась им по большей части летом. В принципе, летом у меня кожа на теле нормальная. И такое легкое молочко у меня хорошо подходит. Следующее, что у меня не закончилось, но я от этого избавляюсь. Это скраб для тела от Mixit из линейки Spa Ritual. Этот скраб идет с манго, ананасом и имбирем. Это сахарный скраб, и он тоже такой с маслами. В принципе, он был достаточно приятный, но меня просто стал очень сильно раздражать его запах. Сначала мне запах очень нравился, но он, девчонки, настолько яркий, что вот как-то он мне так приелся. И я уже вот израсходовала где-то полбанки, поняла, что не могу больше. Все, не могу прям. Я вот открываю эту баночку. Ой, да, и здесь прям вот этот запах, он меня сшибает с ног. Не знаю, что со мной произошло, но резко разогравился аромат. Хотя поначалу аромат казался мне очень приятным. Может быть, от того, что он у меня долго стоял в ванне, в тепле, и он как-то вот начал портиться, окисляться. Не знаю, может быть, из-за этого запах стал какой-то не такой. Ну, короче, не смогла я израсходовать до конца эту банку, и поэтому избавляюсь. Ну, плюс тут уже, наверное, даже и срок годности вышел. Следующее. Я вот постоянно руки отряхиваю, потому что они липкие стали у меня после каких-то средств. Пройдемся по декоративке. Избавляюсь от двух тональных кремов. Шака-шака от Vivienne Sabo давно у меня стоит. У него уже просто вышел срок годности. И этот тон как-то, вот знаете, не стал моим любимчиком. Он такой легкий, флюидный. В принципе, он неплохо смотрится на коже. Ну, как-то вот, ну, не идеально. Есть у меня тональные кремы, которые лучше выглядят на моем лице, мне с ними комфортнее. А этот тон, наверное, все же больше для сухой кожи, для нормальной кожи, для комби-кожи. Он, ну, так, потому что он в этой зоне начинает достаточно быстро растворяться. Эта зона сильно жирнится. И все это плывет. И как-то вот, ну, некрасиво выглядит. Поэтому, да, стоял, 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 стоял. И все, думаю, что он у меня стоит. Не пользуюсь. И срок годности тут уже 100% подошел к концу. Хотя, кстати, я не вижу, где написан срок годности. Но он у меня уже года три, девчонки, стоит. Да, он вообще годен был до начала 23-го года. Вот уже давно надо было его выбросить. Не зашел мне. Еще один тональный крем, у которого вышел срок годности, это Max Factor Radiant Lift. И в целом этот тональный крем мне разонравился. Какое-то время он мне нравился. Мне нравилось, как он смотрится на коже. Но потом я полюбила другие текстуры. Мне стали нравиться более легкие текстуры, более невесомые. Такие вот, которые ты не ощущаешь на лице. А этот тон ты отчетливо ощущаешь на лице. И он дает такое достаточно плотненькое покрытие, которое будет видно. То есть, его нельзя назвать тоном, который будет смотреться как твоя кожа. Нет, он не будет смотреться как твоя кожа. Его будет на лице заметно. Считаю, что этот тон уже как-то, вот знаете, в 23-м году морально устарел. Поэтому сейчас я бы его однозначно вам не рекомендовала покупать. Сейчас есть тональные средства, гораздо лучше, чем этот. Еще один тон отправляется на покой. Это Lumiere Naturel от Vivienne Sabo. Это подсвечивающая тональная основа. И она прям экстра сияющая. Я бы сказала, что этот тон это просто кошмар для комби и для жирной кожи, девчонки. Потому что он подчеркнет тебе все поры. Он подчеркнет тебе все прыщи. Он подчеркнет тебе весь рельеф. Ты будешь выглядеть, как будто бы ты жирный блинчик. И все это еще будет плохо держаться. Нет, нет, однозначно нет. Не знаю, почему я так долго стоял. Я как-то покупала его для обзора. И поставила в комод, в свою коллекцию. Надо было давно от него избавиться. Следующее, что у меня закончилось. Это... Это... Хотела похвалить этот дезодорант. Я теперь прям даже не знаю. Он меня травмировал. Он меня ударил. Надеюсь, у меня теперь не будет синяка под глазом. В общем, это минеральный дезодорант от Zaytune с ароматом зеленый чай. Он без алкоголя, он без алюминия. Это такой натуральный дезодорант, который именно дезодорант. Не антиперспирант. Поэтому не ждите от него, что он вам заблокирует потоотделение. И у вас будут с ним сухие подмышки. Нет, не будут. У вас с ним будут влажные подмышки, если вы будете потеть. Но просто не будет запаха. Я люблю такие минеральные дезодоранты. Особенно на осень, на зиму, когда уже холодно. И, соответственно, меньше потеешь. И, в принципе, не нужна какая-то там экстра защита от пота. И вот на холодное время года я как раз минеральные дезодоранты постоянно использую. Но и летом я тоже, кстати, пользовалась. Для лета, для какой-то экстра жары. Ну, конечно, хочется, наверное, какой-то защиты поактивнее. Но, в принципе, если вы в целом не очень сильно потеете, для вас это не является проблемой там какой-то, то тогда могу посоветовать. Он хороший. И самое главное, что от него не присыхает кожа подмышками и не вызывает он зуда. Потому что у меня такие чувствительные подмышечки. И от многих дезодорантов мне хочется просто с себя кожу содрать. Настолько вот прям все зудит, чештый дискомфорт. Потрясающий сухой шампунь от бренда Deonica. Объем и свежесть. Увидела его чисто случайно в магнит косметик. Вообще, сначала подумала, что это какой-то большой дезодорант. Потому что Deonica это бренд, который славится как раз именно антиперспирантами, дезодорантами. Но оказалось, что нет. Это сухой шампунь. И это классный сухой шампунь. Недорогой, но при этом круто работающий. Он прекрасно справляется со своей основной задачей. Абсорбировать кожное сало на корнях волос. И, соответственно, делать волосы визуально более чистыми. Мне нравилось, что он не склеивает волосы. Волосы остаются рассыпчатыми. Плюс он имеет такой достаточно мягкий запах. Здесь написано, что он вообще без запаха. Но нет, это неправда. Запах был, но не сильно навязчивый, не сильно раздражающий. И также здесь еще написано, что он не оставляет белого налета на волосах без белых следов. Но на самом деле это тоже неправда. Он оставляет белый след, но такой деликатный, который, в принципе, легко вычесывается. Закончился у меня тонер-мист от Гельтек. Расходовала его до конца. Это успокаивающий тонер. Он снимает раздражение, повышает иммунитет кожи и глубоко увлажняет. У этого тонера вообще простейший состав. Очень понятный. Здесь идет вода, потом экстракт цинтеллы, экстракт ламинарии, молочная кислота. И дальше два химических компонента. Все. Состав простой, понятный. И, в принципе, действие тоже сразу понятно, исходя из этого состава. Я его с удовольствием использовала в жару. Просто как такой освежающий мист. Побрызгать на лицо в течение дня. Сейчас, когда включили отопление, тоже будет очень актуально. Когда кожа пересыхает. Просто чик-чик-чик в течение дня распылить какой-то увлажняющий мист. И дать коже до повлажнения. Также я его использовала перед нанесением ухода. Просто как тонер. Обычный тоник-тонер. Классный. Короче, классный. Мне понравился. Я вам как-то уже, по-моему, в телеграме его советовала. Я бы с радостью его повторила бы. Такой прям базовый, хороший тоник. Который не будет оставлять липкости на лице. Еще один у меня закончился тонер. Тоник-тонер. Тонер-тонер. Что это такое? Лосьон. Это вообще лосьон. Это лосьон от Миксит с гликолевой кислотой. И здесь гликолевая кислота в концентрации 3%. Я его не израсходовала до конца. Не потому, что он мне не понравился. А просто потому, что не успела. У него вышел срок годности. Этот лосьон часто сравнивают с кислотным лосьоном от Пикси. Который стоит в несколько раз дороже. Но, в принципе, по действию очень похож с этим лосьоном от Миксит. Я бы сказала, что этот лосьончик такой мягкий. Ты чувствуешь, что кислоты действуют. Если есть какая-то расковыренная ранка на лице, и ты пройдешься по ней этим лосьонам, ты почувствуешь прям явно, что кислоты тут присутствуют. Будет щипать, будет погалывать. Но если кожа не раздраженная, без каких-то ранок, то тогда очень комфортно было им пользоваться. Ни пощипывания, ни покраснения, ничего не было. Но при этом я видела от него эффекты. Пустакно как-то быстрее светлели. И высыпания не так активно появлялись. Короче, мне он нравился. Мне он нравился. Знаю, что у этого лосьона много поклонников. Он действительно хорош, особенно учитывая, что стоит он весьма демократично. Сегодня прям день тоников для лица. Еще один тоник. Этот уже от бренда Циновит. В принципе, из названия бренда понятно, что это тоник с цинком. И он для проблемной, для комбинированной и для жирной кожи. Он мне безумно понравился. Я 100% буду его повторять, потому что он классно снижает жирность кожи. У него очень выраженный такой балансирующий эффект. Сухие участки кожи не пересушиваются. Жирные участки кожи становятся менее жирными. Поры он немножко сужает. При этом, если есть какие-то высыпания, воспаления, он на них благотворно влияет. Короче, просто шикарный. Ну и закончу я это видео, пожалуй, вот этим продуктом. Это шампунь для волос объем и блеск для тонких и тусклых волос от бренда Valery Professional. Продается этот бренд эксклюзивный в магазинах Улыбка Радуги. У меня был обзор, кстати, на покупки из этого магазина. Вот там, бля, этот шампунь рассказывала. Вот я его закончила до конца. Мне понравился хороший. Он хорошо промывает волосы, рассыпчатые, пышные у корней. Да, сам по себе он, конечно, не сделает вам объемную укладку. Это надо понимать. Но все-таки, девчонки, ни один шампунь не сделает вам объемную укладку. Укладку вы делаете сами, своими ручками. Но есть шампуни, которые дают пышность у корней, а есть шампуни такие разглаживающие, увлажняющие, которые, наоборот, как бы приглаживают волосы к скальпу. Вот этот шампунь для объема. То есть он будет вам давать рассыпчатость. За счет этого укладка будет более объемной, и объем будет дольше держаться. Мне понравился. Хороший, недорогой, доступный. Все супер, все супер. Вообще ничего плохого про него сказать не могу. Ну что, на сегодня все. Все пустые банки разобрали. Ну, точнее, не все, как бы у меня тут еще осталось. Но в одном видео все разбирать невозможно. Тогда ролик получится очень долгий. А я знаю, что супердолгие видео вы не любите смотреть, становится скучно. Поэтому на сегодня все, мои дорогие. Если вы пробовали что-то из того, о чем я рассказывала, поделитесь, пожалуйста, вашими отзывами на эти продукты в комментариях. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Увидимся в новых роликах.